Ну а ты? Какова твоя история, бастард? Попрощай вежливо. Невозможно я её расскажу, карлик. Может ли Джон Сноу быть Таргариеном? Давайте поподробнее рассмотрим эту теорию. Итак, до короля Роберта семью королевств он правил род Таргариеном. Но не будем углубляться в истории. Последним из Таргариенов на троне выседал Эрис II, или Безумный Король. У него было три наследника. Рейгар, Визерис и Дайнерис. Историю Визериса и Дайнерис мы знаем. Но о Рейгаре практически ничего не говорилось в экранизации цифла. Однако именно он играет ключевую роль в этой истории. Углубляться в историю описания Рейгара мы также не будем. Упомяну только лишь, что он был искусным воином. Однажды Рейгар посетил рыцарский турнир. Там собрали все знатные господа и именитые воины. В финал конного поединка вышли Рейгар и Бористан Селми. И принц одержал победу. Все люди радовались за него и восхищались им. После этого Рейгар должен был выбрать королеву любви и красоты. И обручить ей венок из зимних роз. Присутствующие не сомневались, что Рейгар выберет свою жену Эллию. Но ему удалось всех удивить. Назвав Лиану Старк королев любви и красоты. А Лиана как известно покойная сестра Найда Старка. И возлюбленная Роберта Баратуона. После окончания турнира. Рейгар взял с собой полдюжины друзей и верных людей. И отправился в речные земли. Чтобы еще раз увидеть Лиану. Забрав с собой Лиану, они уехали в тайное убежище на юге. Башню Радости. Именно это и послужило поводом для начала военных действий. Разразилось восстание Роберта. Долгое время Рейгара не мог найти даже его собственный отец. Принц почти всю войну скрывался с Лианой и Башней Радости. Лишь в конце войны Рейгар неожиданно вернулся в столицу. Чтобы возглавить королевскую армию. Роберт Бардеон убил Рейгара во время битвы на Резубце. Он сильно ударил Рейгара своим молотом, отчего из его доспехов выпали рубины, которыми он был украшен. Рубины утонули, а место получило название Рубиновый Брод. Также были убитые дети Рейгара, Эйген и Рейнис. Но возможно ли, что не все дети были убиты? Джон Сноу. В одном из видений Брана мы видим, как его молодой отец Нед в поисках своей сестры сражается у подножия с рыцарями, которые отказываются пустить его в башню. В ту самую башню Радости. В ожесточенном бою Нед остался победителем. После этого он поспешил к сестре, но нашел ее умирающей на кровавом ложе. Известно также, что перед смертью Лиана просила Неда дать ей какое-то обещание. Как только Эддер дал ей свое слово, страх оставил ее в глаза. Она улыбнулась, стеснула руку Неда и перестала бороться за жизнь. И если же предположить, что Лиана была с ребенком, ребенком Рейгара, что и заставило их скрываться вдали от всех. Нед, поняв, что этого ребенка убьет его же друг, умолчав это, забрал его в свою семью, сказав, что это его бастард и назвав его Джоном Сноу. Возможно, именно это и было обещание Неда сестре. И все-таки, если Рейгара и Лиана успели пожениться до рождения Джона Сноу, то именно он является законным правителем Семи Королевств. И, кстати, хотелось бы упомянуть интересный факт. В одном из видений Дейнейрис она ходит к патронному залу, и там идет снег. Возможно, это совпадение, но мне кажется, что это прямая отсылка к Джону Сноу. А пока я предлагаю вам подписаться на канал и посмотреть историю Кита Харрингтона, исполнителя роли Джона Сноу. Кита Харрингтона